Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В период времени с 26 октября по 1 ноября на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 167 сообщений о происшествиях. Из них 15 преступлений. 19 граждан привлечены к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В течение прошедшей недели сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведено рейдовое профилактическое мероприятие по противодействию коронавирусной инфекции. Проверено 133 объекта, проведена 361 профилактическая беседа и выдано 497 памяток. Напоминаем, в округе действует масочный режим. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты – маски и респираторы – в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте и такси. С 1 октября по 15 декабря на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать обо всех фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102-60047 и 421-26, а также по телефону доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. В целях предупреждения пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, органами внутренних дел проводится федеральное оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобии нам не по пути». В рамках акции сотрудники полиции встретились с воспитанниками Центра содействия семейному устройству «Наш дом» и рассказали подрастающему поколению об угрозах, с которыми они могут столкнуться в сети интернет. На встрече детям объяснили, какие материалы признаются экстремистскими, а также рассказали об ответственности за совершение противоправного деяния. Особое внимание подростков обратили на правила безопасного поведения в социальных сетях. Также при выборе для себя литературы, учебников, музыкальных дисков, фильмов в сети интернет прежде всего нужно быть осторожным. По окончанию беседы детям продемонстрировали видеоролик «Направленное патриотическое воспитание» о героях нашего времени с борьбе с терроризмом. Отдел по вопросам миграции УМВД переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Государственные услуги по регистрационному учету по месту жительства пребывания граждан Российской Федерации, оформлению и выдаче внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, оформлению и выдаче заграничных паспортов, предоставлению адресно-справочной информации теперь будут осуществляться только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Оформление разрешительных документов, получение гражданства России, постановка на миграционный учет и иностранных граждан и лиц без гражданства будет производиться по предварительной записи по телефону 8 818 53 406 39 404 67 404 23 и 404 37. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 254 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Вынесено 136 постановлений с помощью комплексов фото-видео фиксации. Произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью не допущено. В числе правонарушений дорожного движения 5 фактов управления транспортными средствами водителями не зарегистрировано в установленном порядке. Три факта управления транспортными средствами, на стеклах которых установлена пленка, светопропускаемость которой не соответствует требованию технического регламента. 12 постановлений о привлечении к ответственности вынесено в отношении граждан с непристегнутым ремнем безопасности. 4 административных материала составлено в отношении водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. Кроме того, в отношении 11 водителей составлено административный материал, по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Окружная госавтоинспекция напоминает, за управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах управления нетрезвыми водителями в дежурную часть управления МВД России по Ненинскому автономному округу по номерам телефона 02 либо с мобильного 102, 8-818-53-421-26 и телефон доверия 8-818-53-421-52. Госавтоинспекция по Ненинскому автономному округу информирует. Уважаемые посетители госавтоинспекции у МВД России по Ненинскому автономному округу, в связи со сбоями в работе информационной системы единого портала государственных и муниципальных услуг обеспечить предоставление государственных услуг по линии госавтоинспекции в электронном виде не представляется возможным. Прием граждан осуществляется в порядке живой очереди, а также по предварительной записи по телефону регистрационно-экзаменационного отделения 8-818-53-4-76-26. Просим заранее записываться на прием в госавтоинспекцию. При посещении госавтоинспекции необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В здании обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальное дистанцирование между гражданами не менее двух метров. Напоминаем, что граждане срок водительских удостоверений, у которых истекает в период с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно, могут подавать документы на замену водительского удостоверения в срок до 31 декабря 2020 года на электронный адрес электронной почты Режим работы регистрационно-экзаменационного отделения вторник, среда с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00, четверг с 9.00 до 13.00, пятница с 9.00 до 18.00, прием квалификационных экзаменов, с 9.00 до 16.00, воскресенье-понедельник, выходной день. Прием граждан Реоги БДД УМВД России по Ниинскому автономному округу организован до последнего заявителя. В связи с изменением образованием гололеда на дорогах города, сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Особое внимание – безопасность детей на проезжей части и на пешеходных переходах. Для видимости ребенка на дороге в темное время суток родителям необходимо к одежде или к портфелю прикрепить световоотражающие элементы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также и взрослые должны позаботиться о своей безопасности на дороге, прикрепив такие же приспособления. 1 ноября начался третий финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Он ежегодно проводится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Комсомольская правда». В этом году конкурсу исполняется 10 лет. Нинецкий автономный округ на федеральном уровне представляет старшую участковую полномоченной полиции, майор полиции Колесниченко Владимир Борисович, победитель регионального этапа конкурса. Проголосовать за нашего народного участкового можно с 1 по 10 ноября на специальной странице сайта газеты «Комсомольская правда». Там размещена информация о кандидатах на звание народного участкового, результатах их служебной деятельности и профессиональных достижениях, случаях из практики, а также фотографии и видеоматериалы. Народное голосование продлится 10 дней. Участковые полномоченные полиции, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы. Совместный рейд полицейскими, добровольно-народной дружиной и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципального образования муниципального района Заполярный район по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних проведен на территории города Наринмара и поселка Искатели с 23 по 24 октября. Цель профилактического мероприятия – выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. Так, в одном из развлекательных заведений города пресечен факт вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкоголя. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Всего проверены 56 мест концентрации молодежи, 62 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД. В продолжение мероприятия состоялся вечерний рейд по проверке соблюдения требований законодательства в части пребывания на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых и близких родственников после 22 часов. Несовершеннолетние, которые находились вечером на улице одни, полицейские в установленном порядке передали их родителям и законным представителям, которых предупредили об ответственности. Стражи порядка напоминают о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание подростков в ночное время в общественных местах, без сопровождения взрослых. Следственным отделом УМВД России по Нинницкому автономному округу окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Наринмара, 1986 года рождения, который в период с мая по июль текущего года совершил 6 преступлений, в том числе угоны автомобилей и хищение документов из салона транспортного средства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что обстоятельствами, способствующими совершению данных преступлений, послужило халатное отношение владельцев транспортных средств и сохранности своего имущества. Так, в ходе следствия установлено, что обвиняемый проникал в салоны автомобилей путем свободного доступа, двери которых на запорное устройство закрыты не были. Угоны транспортных средств совершал с помощью оставленных в замке ключей зажигания. Управление МВД России по Нинницкому автономному округу призывает граждан быть более бдительными и бережно относиться к личному имуществу. В обязательном порядке использовать сигнализацию, закрывать окна салонов автомобиля, не оставлять ключи в замке зажигания. И ценное имущество в салоне автомобиля, даже на непродолжительное время. Следственным отделом ОМВД окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих 20-летних молодых людей. По признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору и незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. По версии следствия, обвиняемые в течение текущего года из корыстных побуждений приобретали бесконтактным способом наркотические средства, которые в дальнейшем сбывали на территории города Наринмара, в крупном размере, за что получали деньги. На период предварительного следствия в отношении обвиняемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии мера пресечения изменена на домашний арест. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в ОМВД состоялся отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В мероприятии приняли участие дети сотрудников от 8 до 14 лет. Юные художники выполнили рисунки с использованием красок, карандашей и фломастеров. Работы участников оценивала конкурсная комиссия, состоящая из руководителей управления и представителей Совета ветеранов и Общественного совета при ОМВД. Награждение состоится в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Вы смотрели правовую программу «Дежурная часть». Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова